Секрет, жертвы, слава, я и чекула. Скоро во всех храмах страны молебен об одержимых компьютерной страстью. Это новая инициатива Русской Православной Церкви. Игровую зависимость часто называют грехом, а именно праздность. А это уже пятый круг ада по Данте-Алигьере. Барнаульский священник Александр Микушин говорит, прихожане и раньше просили помолиться за их грешных родственников, которых поглотила та самая компьютерная страсть. Есть же молебен, допустим, о страдающих грехами, наркомании и пьянстве. В моей практике были случаи, когда люди приходили, заказывали молебен, молились, и потом у них пропадала зависимость. Ну и решили, вот такой молебен уже превентивный, уточняющий проблему. Всемирная организация здравоохранения в этом году тоже сделала уточнение. Теперь зависимость от игр официально считается заболеванием, которое часто приводит в реабилитационные центры. В них игроманы проводят около года, как и наркоманы, и алкоголики. Как правило, в таких местах нет никаких гаджетов, интернета. Но есть проблема. Многие себя не считают зависимыми и лечиться не хотят. Вот буквально на той неделе, наверное, позапрошлой, хорошая семья, самый младший сын. То есть дошло до того, что, короче, уже начал с ножом кидаться на маму. Прямо здесь сидел, вот на этом стуле. То есть привезли его сюда, в Барнаул, согласен был на все. Когда приехал, побыл несколько дней, говорит, ну а что я тут буду делать? Тут же алкоголики, наркоманы, я-то не такой. Ну, открыли дверь и поехал домой, вот и все. Часто так и теряются социальные связи, распадаются семьи, игроманы выгоняют с работы или из университета. Компьютерная ломка уже перестает отличаться от героиновой. На первоначальных этапах, если есть возможность, конечно же, это реабилитационный центр, такой стационарный подход, либо амбулаторный прием, это у нас в клинике, это психотерапия, это современные препараты, туда включаются и антидепрессанты, и противотревожные препараты, и очень важна, конечно же, это психотерапия. И не только порой с самим пациентом, с самим зависимым, но и с ближайшим окружением. Даже в церкви признают, рассчитывать только на заказанный молебен не стоит. В конце концов, одержимый должен исповедоваться, причаститься, молиться в храме и дома. И, конечно, лечиться у врача шаг за шагом. Молебен, ну просто вот добавили, его нельзя отделять от всего остального. Как некоторые думают, я вот в Бога не верю, верю от случая к случаю, да. Пойду закажу молебен, чудо будет. Я вот думаю, что, ну может быть, будет, а может быть и не будет. Сейчас текст молебна об одержимых компьютерной страстью находится на согласовании в Синодальной Богословской комиссии. Как только там дадут благословение, молебен будут служить в том числе и в Алтайском крае. Ирина Корчагина, Александр Антропов, Алексей Фризин. День с толком.